Наше приключение начинается в далёкой волшебной туманности Кайперия, в стране мифов и чудовищ, комет и сражений, и, конечно же, подземелий и дворских планет. Здесь, в ничем не примечательной космотоверне, мы встретим наших героев. Плут, леди Эридиан, волшебник Хаумей, и, конечно же, благородный герой и паладин, сэр Плута. Вместе они встретятся лицом к лицу со злом, жутким мерцанием, распространяющимся по всей стране и... Постой, прости, а таверна — это что? Это... я не знаю. Штука из фэнтези. Каждая группа в подземельях и дворских планетах начинается таверны. А как она выглядит? Я даже не знаю, что представлять. Просто место для встречи космических тел. Представь место, где ты встречаешься с другими. Отлично. Мы можем продолжать. Ну же, просто попробуй. Ты же хотел укрепить командный дух? Вот твой шанс. Хорошо. Ладно. Космо-таверна. Наши герои, как и многие до них, встретились случайно и осознали, что все они ищут одно и то же — приключения и деньги. И вот, они начали рассказывать о себе и весело друг на другом подшучиванить. Навязчиво. Ну, я не подготовила предысторию. Что насчет тебя, Хаумея? Ну, я не хочу рассказывать первым. Ладно. Тогда благородный сэр Плута, как насчет тебя? А ерунда с сэром Плута обязательно? Просто Плутон не подходит? Эти фэнтезийные имена глупые, разве нет? Здесь все глупо. Что такого? Ладно. Да, зовут сэр Плута. Раньше я был аристократом. Пока другие аристократы не решили, что я больше не аристократ. Поэтому меня изгнали из моей страны. Теперь я странствующий приключенец. И ищу таких же приключенцев. Вау. Даже не знаю, на что эта метафора. Что ж, сэр Плута, вы обратили внимание, что в таверну зашел один из аристократов вашего прошлого. Внимлите, внемлите. Найдутся ли приключенцы, готовые работать на планетарное тело голубых ядер? Погоди минуту. Почему аристократ это именно Венера? Что за Венера? Он ни на кого не похож. Я еще даже внешность его не описал. Оу, а... П-продолжай. А не Плута ли это? Не видела тебя с твоего позорного изгнания. Каково тебе быть смердом? Привет, господин. Я... Да, мое изгнание. Ладно, ничего не выйдет. Я не могу. Дай-ка я попробую. Эй, лорд Венера. Вас же так зовут, да? Да, ладушки. Хорошо. Если поможет с погружением. Вы сказали, что ищете приключенцев? Что ж, к вашему сведению, будучи Плутом, я способна на многое. Но только за соответствующую плату. Так, что скажете? И что именно вы хотите? Ух, Эрида, ты хорошо справляешься. Для тебя, леди Эридия. Ух ты, а это весьма весело. Что ж, леди Эридия. Если вам угодно, мой орбитальный замок оказался захвачен зловещим, очень плохим и нехорошим злодеем. И мне нужны герои, чтобы убрать его. Вы даже можете забрать все богатства, что там найдете. Это хорошая плата. Договорились. Я не понимаю, как ты ведешь себя так спокойно с планетой? Я что? Это ведь была не настоящая планета. Ахм, точнее, аристократ. Ну, для меня аристократ был вполне реален. Я не мог и двух слов связать. Но не то, чтобы у тебя есть причины бояться настоящих аристократов. Что они сделают? Скажут грубости? Ну, наверное. По крайней мере, у тебя с этим нет проблем. Уверен, это пригодится. Пригодится? Что это должно значить? Я... Эй, сэр Плутон, сделай-ка проверку внимательности. Чего? Просто брось одну из этих костей. Ой-ой. Что ж... Сэр Плута, размышляя о своих сложных отношениях с аристократами, совершенно забыл оглядываться и привел группу прямо в засаду. Что? Как я не заметил? К сожалению, сэр Плута, астероблены очень скрытные существа. Особенно, если выкинуть натуральную единицу. Они атакуют первыми. Леди Эридия, 12 пробивает ваш класс брони? Эээ, нет. Мой класс брони выше 12. Тогда астероблену не удалось попасть. А вот остальные попадают. Сэр Плута, ваш ход. Что я могу сделать? Ударить своим мечом. Оу, хорошо. И это Крис. Твой удар смог сразить трех надвигающихся на тебя астеробленов. Правда? Ух ты, это потрясающе. Что ж, теперь ход Хаумея. Хорошо. Я хочу использовать заклинания против большого противника. Нет, не беспокойся. Я разберусь. Ха-ха, получай. Эй, сейчас не твой ход. Ну, технически его класс может вмешаться в ход другого игрока. За определенную цену. Видишь, все в порядке, я справлюсь. Хэй, я сказал, что разберусь. Вмешаться можно лишь раз. Цена за твою способность — это истощение. Ты перенапрягся и потерял сознание. Ха-ха-ха, да! Стой, что? Вот блин. Вау, Плутон. Молодец. Ты прям спас нас от участия в игре. Я не знал, что потеряю сознание, если сделаю слишком много атак. Это все равно тупое правило. Ребята, не нужно драться. Дело не в этом. Вот нужно было тебе перевести все внимание на себя. Бывший аристократ не мог дать нам помочь в бою. Я хотел победить! Тут ты и совершил ошибку. В подземельях и в дворских планетах нет победителя. Это командная игра. Но в чем смысл, если победителя нет? Я не знаю насчет игр планет, но у нас не обязан быть победитель. Я даю вам испытания, а вы пытаетесь их преодолеть вместе. Никому не нужно быть лучше кого-то другого, пока все могут самовыражаться. Полагаю, с момента моего изгнания я ни разу не самовыразился. Потому что не хотел быть тем, кем являюсь. П-понимаете, о чем я? Да, я понимаю, о чем ты. Но ты же знаешь, что тебе не нужно вести себя с нами так. Мы с тобой похожи. Не нужно пытаться быть другим. Следуйте за нами, глупые приключенцы. Вы хотели забрать замок и богатство нашего короля? Что ж, он желает встречи? Вот блин. Кланяйтесь перед владыкой солнца шаром. Да! Трепещите пред моим страшным ярким светом и вспышками, и прочими вещами, происходящими вне пояса Кайпера. Вы, глупцы, раздумали одолеть меня. Погоди. Они же не отобрали у нас оружие, да? Нет, не отобрали. О, это хорошо. Думаешь о том же, о чем и я? Внезапная атака, пока он говоришь? С радостью, миледи. Вы шутите, верно? Народ, мы ни за что не сможем победить солнце. Расслабься. Пока мы, карликовые планеты, держимся вместе, нам все по плечу. Да, но не одолеть солнце, это безумие. Ну, хватит. Это же игра. Да, но что, если уже не игра? О чем ты? Что будем делать, когда придется встретиться с настоящим солнцем? Планетами, когда мы пойдем против них? Нас всего лишь четверо. Мне плевать на планеты. Встретилась как-то с двумя, и они просто раздражающие. Тебе не хочется ничего менять? Наше место в системе? Я довольна тем, где сейчас. Да, я не понимаю. Я сейчас провожу отличное время с друзьями. Я... Я не могу поверить. Я не могу поверить в это. А чего ж ты ожидал, когда пошел искать нас? Что мы впустим в твою маленькую армию карликовых планет, чтобы вернуть тебе статус? Ты это подразумевал под полезным? Я... Я ожидал намного большего. Что вы поймете, что планеты... У нас никогда не было проблем с планетами, пока не появился ты и не решил сделать их нашей проблемой. Ну и ладно. Хотите остаться тут, оставайтесь без меня. Я не могу так жить. То есть? Как карликовая планета? Ну прости. Ею ты и являешься. Как и все мы. И ни у кого, кроме тебя, нет с этим никаких проблем. Ты... Я... Все это трата времени. Плутон, стой! Подожди! Ну, не хочу вас расстраивать, но теперь ваши шансы в этом бою ооооочень плохи. Спасибо за поддержку. 2XXX, Алекс, Джонни Шелби, Лорд Ванн, Роман, Джо, Сэри Сэл, Алекс Элевен, Чарта, Крети, Михойло, Ари, Квентилятор, Дриношню. Земля всегда прав, Карл Пивоваров, Макс Ло, Три дня запоев, Юриус Кокарт, Мазик, Олежа Салат, Лоу Спейс и Акико.